здравствуйте друзья конец недели пятница и пятница 2 октября значит второй день идет прием заявок в розыгрыше лотереи green card и мы подверглись наш канал подвергся нападению барабашек другого объяснению меня нет потому что на форуме на сайте залив.org есть форум где мы принимаем вопросы на которые надо ответить и там было вопросов штук 16 и каким-то образом эти вопросы удалились произошло это у меня на глазах я держал мышку и хотел удалить там какое-то одно сообщение на которое я уже ответил я когда видео сделаю я убираю чтобы не мешалось но почему-то начало мелькать что-то такое на экране туда умелькалась сюда умелькалась что-то такое произошло и вся тема вот это вот тем принимаем заявки вот эта тема вся исчезла ну мне что-то удалось там из кеша вытащить одну спас одну из 16 и вот остальные как-то погибли я долго там лелеял некоторые вопросы думал когда-нибудь доберусь отвечу но в общем все все погибло вот эти барабашки в ответе за безобразие значит но другой стороны думаю раз так вышло значит она так и должно было быть вот не доглядели открывается новый сезон надо сказать что на следующий день там еще пару вопросов мне накидали что отрадно потому что я на самом деле потихонечку на них отвечаю и когда я вижу какой-то вопрос интересный я туда сбрасываю сам и из фейсбука и вконтакте пишут и в одноклассниках и по почте иногда что-то приходит то есть вот все виды коммуникации к которым мы подключены и попадает мне в руки иногда на форуме говорим про вес я я там практически не пишу ничего но почту читаю так захожу добраться пару недель если если хочется мне написать то конечно на форуме этого лучше не делать потому что я там редко читаю вот самое самое простое если нужно до меня добраться это личка в ютюбе некоторые это я не знаю как воспользоваться личкой в ютубе но может быть это тест такой знаете если человек не может то может быть ему надо кого-то еще спросить я даже не знаю но можно вас подвоза спросить как воспользоваться личкой в конце концов там ничего такого нет значит вы идете на канал выбираете там about и в этом about значит вы можете либо пожаловать либо есть кнопочка послать сообщение собственно все сложности так что присылайте вопросы можно прямо на форуме написать но это изощренная форма я хочу сказать что некоторые так активно задают вопросы вот там есть ребята там у них много много вопросов от них приходит хорош спасибо им большое вот но если нет то я откуда-то сам потихонечку подтаскиваю и я бережно отношусь к вопросам то есть иногда я думаю ну что же я могу сказать потом думала ли что сейчас не могу потом может скажу или как-то увижу вопрос по другому и так потихонечку все это собирают я для такой бережный собиратель вопросов ну единственно что конечно когда вот они почти не отличаются там типа вот а как с моим случаем быть вот а у нас много таких случаев но тоже иногда вот найти бывает под настроение там под что-то такое тоже идет мне много вопросов сейчас задают про green card лотерею вот как там ответить на какой-то вопрос граждане откуда же я знаю я никогда в жизни в лотереи не играл один раз вот там с алексом раевским записал видео но это я так я там больше лицедействовал то есть алекс алекс говорил чего там нажимать а я так просто кнопки нажимал под его руководством то есть я в общем боюсь чуть не то сказать поэтому вот я специально видео написал про форум что нужно там смотреть и так далее вот и вот и видео у нас есть довольно подробное можно можно посмотреть я понимаю что это видео тоже на все вопросы не отвечает бывают очень заковыристые какие-то вещи ну я я конечно не тот человек который может хорошо помочь с ответом на вопросы мне тут один написал что помогите мне заполнить заявку я я не компетентен ну как же я сейчас заполню там чуть не то получится еще мне написали хороший комментарий такой мне понравился чг ягод вот люблю смотреть ваши видео это постоянно засыпаю за своим лэптопом вот такая двусмысленная хохмочка получилось что еще интересно вчера вечером пришли сразу три блогеры на самом деле там еще один блогер был с женой то есть вот на такая компания 5 человек собралась что редко бывает то есть втроем мы еще собирались но так чтобы вот вчетвером такого не было один раз мы под новый год собирались 8 человек но это было виртуально то есть как-то в онлайне мы там 8 блогеров там про новый год рассуждали вот и единственное что там произошло это было поздно когда смотришь вот все эти сюжеты то кажется что какие-то люди вялые сидят там и я их там пытаюсь как-то раскачать но но дело в том что все были уставшие включая меня значит один с работы там еле приполз другой значит там ведь целый день из лос-анджелеса ехал на автомобиле вот третий но это я про себя уже такую жизнь прожил понимаете устал вот в общем короче мы ну поздно действительно поздно мы разошлись было где-то в районе пол одиннадцатого а собрались я боюсь собрать но там не раньше восьми но тяжело действительно вот я уже 10 я уже 10 часов на работе отсидел когда мы только встретились так что вот но все равно очень радостно и для меня это встреча очень такая особенно прикольная потому что они все мои ученики в прошлом или в настоящем то есть вот первым был первым был дима шишкин он в онлайне у меня учился потом сразу после него был хвостович они как-то там познакомились в онлайне шишкин когда-то объяснял хвостовичу как стать блогером вот так они примерно в одно время это все происходило вот и значит один учился в онлайне значит хвостович он учился в онлайне но потом приехал к нам сюда чтобы практику проходить и там же вот на самом деле вот где он практику проходил так он до сих пор там и работает уже не знаю сколько там пару лет не меньше прошло вот и саша блэквилл он только что приехал и мало того жена шишкина оля тоже у нас училась в онлайне но она как-то долго сомневалась насколько ее тянет к этому делу и дальше вот мы с ней как раз поговорили потому что я хочу что вот ты училась училась и не работаешь она такую интересную вещь сказал что я задумался такого я еще не видел она говорит ты знаешь год вот ходила на несколько интервью и с каждым следующим интервью понимала что я лучше бы мне этим не заниматься потому что я то что я наблюдаю этот когда человек идет и с каждым следующим интервью у него больше уверенности появляется то есть он как-то но растет между интервью и как чувствует что какой-то уже драйв такой наступает и в общем лучше и лучше и лучше получается ну то есть видимо действительно вот ну ну не легло так и как-то не хочется этим заниматься найдет что-то другое конечно я не сомневаюсь они очень славные ребята симпатичные всем вот и мы несколько часов ну минимум два часа минимум два часа мы что-то там записывали у меня запись самая короткая потому что вот то что сейчас висит на на канале я вчера повесил с вечера когда домой пришел почему потому что мы вывесили тут на штаб куча штативов стояла там куча светящихся экранчиков это очень прикольно был и когда бы так ну вот какая-то такая разминка произошла вот вот то что вы видите у меня на канале после чего там вот мой сюжет кончается тем что у саши блэквилла у него камера там периодически останавливается ну сколько там 15 минут то есть ничего не происходит она вырубается в общем у него вырубилась камера он пошел ее поправить и мы в этот момент решили что надо записывать так чтобы у каждого был какой-то кусочек чтобы вот мы не вывешивали четыре человека одно и то же а чтобы каждый вел как бы был ведущим на каком-то кусочке поэтому вот то что вы видели у меня это фактически я там был ведущий там развлекал всех и тогда дальше начинается вот там блэквилл что-то вел значит там хвостович что-то вел там шишкин то есть у каждого записался свой кусочек и соответственно оно должно у них возникнуть на их канал но может быть не так быстро как у меня тем более от ребят путешествует им надо еще смонтировать добраться там до всего на свете вот может быть у них там позже возникнет я видел сегодня с утра саша блэквилл повесил видео как они только пришли в наш офис еще до того как мы все вместе собрались и я там устроил демонстрацию шапок которые нам но не только шапок вообще там у нас много полок с разной дребеденью такой интересной вот то что люди так творческие приносит всякие предметы ну кроме съедобного понятно что съедобного я показать не мог она ути утилизуется быстрее вот а так вот какие-то такие несъедобные предметы такая вот демонстрация у него уже висит с утра на канале я заметил перед выездом вот ну и там дальше уже что-то будет из из того как мы там беседовали там ребята рассказывали о жизни в частности вот дима шишкин он как-то меньше известен я знаю что многие знают но тем не менее скажем хвостович известен больше и особенно у нас на канале хвостович часто появляется и вот это его история там как он приехал учился работал а здесь вот дима шишкин рассказывает тоже и если что это будет не на нашем канале на его а может быть у хвостовича я не знаю как они поделят эти кусочки там у кого что будет вывешено но во всяком случае там оживление происходит это не нет ни то что вот они там все все это время там какие-то затихшие вот они просто были затихшие поскольку я начинал этот процесс а дальше дальше они разошлись и рассказывали страшные кошмары я вот вам в качестве такого анонса могу рассказать что blackwell рассказывал как его в американской гостинице ели клопы это друзья душераздирающая история вы должны обязательно ее услышать чтобы у вас не было иллюзий вот человек пролил кровь в америке